Мужская эстафета В России по биатлону в Жемчужине Сибири Фаворит был очевиден Сборная Югры с 2015 года Никому не отдает золото в этом виде А порой берет медали двумя составами Вот и в Тюмени вторая дружина Северян после первого этапа Шла всего в 10 секундах от лидеров Из Московской области Причем отставание опытный Алексей Волков Придумал сам себе Голова уже немножко отключилась Я что-то ехал в последний момент Очень поздно поднял голову Чтобы понять куда ехать И смотрел, что Кирилл меня немного вытеснил Получается из коридора Надо было из-за него выходить Я просто не успел, но уже понял, что мимо проезжает Тормозился, вернулся в коридор Вот такая глупейшая ошибка своя После второго этапа Югра-2 Даже вышла в лидеры Но затем сбавила обороты А на авансцену вышли земляки из первой сборной Уроженец Тюменского района Семен Сучилов на третьем этапе Возглавил пилотон А ведь принимал эстафету только седьмым Вадим Филимонов уверенно завершил начатое Семеном И эстафетное мужское золото пятый год подряд едет в Ханты-Мансийск А вот битва за серебро вышла жаркой Эдуард Латыпов из Башкортостана Меньше секунды на финише выиграл у Владимира Семакова из Удмуртии Я знал, что Владимир Иванович сильный финишер И попытался на одну подъем уйти И уже посмотрел, какая будет ситуация в дальнейшем Получилось сделать небольшой задел И этого хватило до финиша Отдельный разговор выступления тюменцев Уже на первом этапе Евгений Идинов зашел на штрафной круг Александр Логинов доказал реноме-лидера сборной России Он с 12-го места потянул тюменский коллектив на третью позицию Увы, Игорь Шитько на третьем этапе зашел на два штрафных круга Эстафету Гораничеву он передал 14-м Евгений бился до конца Идеально отработав на огневых рубежах, он финишировал 6-м Спустя рукава перед своими болельщиками Тюменец бежать просто не мог Спасибо, конечно, большое Очень здорово, когда приходят за нас поболеть Болельщики, телезрители или экранов Большое им спасибо, что они нас всегда поддерживают Невзирая на какие-то неудачные старты Всегда с нами Спасибо им, конечно, большое Чемпионат России 2020 года пройдет в Ханты-Мансийске Тюмень же в сентябре примет летнее первенство страны В Тюмени состоялся открытый кубок области по бодибилдингу Посетили его представители разных регионов Сейчас наиболее амбициозные атлеты готовятся к первенству страны Оно пройдет в Краснодаре с 18 по 21 апреля Там сформируют национальную сборную, которая в мае выступит в Испании на чемпионате Европы У каждого своя история Одни пришли сбросить пару лишних килограммов и втянулись Другие решили доказать сами себе, что добиться идеального античного рельефа им по силам Конечно, можно, нужно И когда мамы не могут и говорят, что они не могут, что у них дети Ну, это оправдание, они себя оправдывают, это лень Я не знаю, себя, наверное, надо любить, не ради кого-то что-то делать Нужно, чтобы свое отражение в зеркале нравилось Пиршество красоты в Тюмень прибыло из Пермского края Тренеры по фитнесу Екатерина Анирова и Татьяна Черджиева покоряли одну из самых любимых у зрителей мужского пола категорий Категория фитнес-модель Я рассчитывала на топ-3 Ну и пока до сих пор на него рассчитываю Аналогично, приехали сюда побеждать Получить удовольствие на самом деле Сцена для нас это... Праздник Праздник, да И мы здесь получаем удовольствие, потому что... Скажите, как попали в этот вид спорта, что на вас повлияло? Мы решили поучаствовать в Перми, был такой проект, телепроект «Звезда Евроспорта», да И мы решили там поучаствовать, подали заявки, поучаствовали и поняли, что нам это интересно, нам это нравится, нам это не в тягость Мы получили от этого огромное удовольствие и решили в будущем дальше участвовать И все же по набранным баллам обойти всех соперниц удалось Екатерине Слободчиковой из Каменска-Уральского Тюменко Ирина Соболева завоевала серебро, зато в бодифитнесе местная спортсменка Любовь Мартынова выиграла золото Она стала лучшей в категории свыше 163 сантиметров На сегодня у меня все Еще больше новостей о главных спортивных событиях региона вы узнаете на нашем сайте asnta.ru До свидания Редактор субтитров А.Семкин